А вы в курсе, что в Сочи появилась аллея индийской сирени? Высадила ее целая армия волонтеров в рамках акции, которую приурочили к Международному дню защиты дикой природы. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи и края. Аллею сирени и не только высадили в природном орнитологическом парке в Амеретинской низменности Сочи. О нем мы и поговорим сегодня в нашей программе. А сейчас об экологической акции. Более 300 волонтеров собрались в орнитологическом парке Сочи. Цель – провести работы по благоустройству и озеленению парка. Поддержку мероприятию оказало Министерство природных ресурсов Краснодарского края. В мероприятии принял участие заместитель министра Олег Соленов. Сегодня мы совместно реализуем замечательный экологический проект по озеленению и благоустройству территории природного орнитологического парка. Мы реализуем это мероприятие не только с целью сохранения природного разнообразия Краснодарского края, не только с целью повышения рекреационной привлекательности нашего парка, но и, наверное, прежде всего с целью популяризации природоохранных, экологических, волонтерских инициатив, а также передовых методик социальной ответственности бизнеса перед обществом. Могу сказать, что сегодняшнее мероприятие приурочено к Всемирному дню дикой природы. Я хочу сказать спасибо каждому из вас за неравнодушное отношение, за вашу инициативу, за ваш внутренний порыв, потому что не первый раз я присутствую на подобных мероприятиях с вашим участием. И я всегда вижу в глазах этот искренний огонь, это искреннее желание сделать что-то благое. Как отметил заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края, эта акция – часть работы по экологическому просвещению, которая реализуется в рамках краевой программы. Акция проводится не только для повышения рекреационной привлекательности природного парка, но и с целью тиражирования передового опыта корпоративного волонтерства на юге России. Олег Салинов вручил организаторам акции по экологическому просвещению благодарственные письма. Несомненно, это очень важное мероприятие, потому что данная экологическая акция показывает лучшие традиции и лучшие практики социальной ответственности бизнеса по отношению к охране окружающей среды. Министерство активно сотрудничает с рядом волонтерской организацией. Сегодня мы видим пример добрых традиций долговременного сотрудничества в области реализации экологических проектов. Естественно, министерство всегда радо тем инициативам, которые проявляются на благо сохранения природной богатства нашего края. Волонтеры в Орнитопарке высадили аллею сиреней и рощу деревьев редкого вида гинго-двулопастный. Дерево посадил и заместитель министра природных ресурсов региона вместе с директором парка. Сегодня у нас на территории 7-го класса природного ортологического парка Мертининской Нижнази проходила масштабная экологическая акция. В ней приняли участие свыше 300 волонтеров корпоративных, которые высадили аллею лангестеремии. Индийская сирене будет свисти все лето и радует глаз наших посетителей. Плюс волонтеры помогают нам пересобрать и покрасить наши лавочки. Волонтеры сажают гинго-двулопастный. Такие акции мы периодически проводим в нашем парке. Это дает волонтерам сплотиться вместе, сделать что-то полезное. Волонтеры обновили и установили в парке несколько десятков лавочек. Провели санитарную обрезку кустарников, собрали около полсотни домиков для птиц и животных, обитателей природного парка. Орнитологический парк на территории России участки колхидских водно-болотных угодий с уникальной флорой и фауной. Эмеретинская низменность является местом обитания многих редких видов растений и животных и имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения. Черноморское побережье Кавказа в целом является уникальной миграционной трассой птиц, по которой перемещаются большинство европейских видов, следуя к местам зимовки и гнездований. Одна из главных задач природного парка – сохранение биологического и ландшафтного разнообразия природы Краснодарского края. Площадь парка составляет почти 300 гектаров, она поделена на 14 кластеров. Они отличаются особенностями ландшафта, размерами территории и видами птиц, которые здесь встречаются. Из всех зон только одна под номером 7 является доступной для посещения. Приоритетными направлениями деятельности орнитопарка являются восстановление нарушенных экосистем Амеретинской низменности, сохранение и воспроизводство редких видов растений и животных, создание благоприятных условий для остановки массовых скоплений и зимовки птиц, а также экологическое просвещение. Обо всем подробнее нам рассказал руководитель парка Даниил Поморов. Природный отологический парк Амеретинской низменности – это особо охраняемая природная территория и региональное значение, на которой сохранились малонарушенные экосистемы и находятся места зимовки и остановок, множество видов перелетных птиц. Министерство природных ресурсов Краснодарского края – это наш учредитель. Мы подведем его учреждение. Ежегодно министерство доводит нам план мероприятий, который мы выполняем, который включает в себя и научные исследования, и количество патрулирований, и количество различных всевозможных экологопросветительских мероприятий. И министерство очень тщательно следит за качеством выполнения нами этой работы. Финансирование нашего учреждения осуществляется полностью из бюджета Краснодарского края. Бюджет включает в себя статьи расходов на оплату персонала, на содержание этой территории, и включая ее охрану, потому что здесь есть государственное имущество, и его нужно охранять, содержать. Создание природного ортологического парка «Омиринская низменность» было предусмотрено заявочной книгой как мероприятие, компенсирующее негативное воздействие 24-х зимних олимпийских игр на окружающую среду. По сути, природный ортологический парк «Омиринская низменность» является олимпийским наследием в области охраны окружающей среды. Был он создан в 2010 году, далее было создано наше учреждение, мы подвинулись в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, и дирекция парка занимается несколькими направлениями деятельности. Одно из направлений – это научные исследователи, мы ведем мониторинг перелетных птиц, сочетаем их численность, плотность, видовой состав. Также мы занимаемся природоохранными мероприятиями на этой территории, соблюдением режима особой охраны. И одно из важных направлений – это экологическое просвещение населения. Орнитологический парк разделен на 14 кластеров, мы сейчас находимся с вами в седьмом, который как раз-таки доступен для посещения. Расскажите, пожалуйста, почему он поделен на кластеры и что они в себя включают? Вы знаете, хозяйственное освоение Миринской низменности за последние десятилетия очень сильно уменьшило природные и агроландшафты на этой территории. Но, несмотря на это, Миринская низменность сохранила свой статус ключевой агронатологической территории и международного значения и осталась привлекательной для птиц. И когда встал вопрос олимпийских объектов, было принято решение о его создании для того, чтобы оставить какие-то островки для мигрирующих птиц. Таким образом был создан наш парк. Он состоит из 14 кластеров и представляет собой различные ландшафты. Это озера с пологими берегами, мелководьями. Заболоченные дренажные каналы по типу колхидских болот. Это предгория. И пойменные леса и реки. И таким образом 10 кластеров находятся непосредственно на Миринской низменности. И 6 находятся в Нижнешиловском сельском округе. Вдоль реки, в верховье реки Псоу. А давайте поговорим о кластере, в котором мы находимся сейчас. Почему именно его открыли для посещения? И что здесь могут люди увидеть, не знаю, познакомиться с птицами? Мы находимся на территории 7-го кластера. У нас, в принципе, все территории открыты для посещения. Бесплатно, круглогодичного. Именно этот кластер интересен чем? Здесь мы создали экологическую тропу для наблюдения за птицами и в природной среде обитания. Здесь находятся тенистые аллеи и парковые дорожки, где люди могут прийти прогуляться с детьми, понаблюдать за птицами. Мы здесь проводим, это демонстрационный кластер нашего парка, мы здесь проводим различные экологические акции. Конечно, активная деятельность людей с каждым годом сокращает площади естественной среды обитания птиц. И Орнитопарк как раз-таки сохраняет эту уникальную экосистему, которая является местом гнездования, остановки и зимовки многих видов птиц. Специалисты парка ведут научно-исследовательскую работу по изучению пернатых, обитающих на территории. Проводится кольцевание птиц, их ловят и надевают на лапку кольцо с номером. Это делают для изучения биологии диких птиц. За время работы парка было замечено несколько десятков видов пернатых, причем некоторые из них относятся к редким, занесенным в Красные книги региона и России. Следует отметить, что в постолимпийский период прослеживается положительная динамика численности и видового разнообразия птиц. Этому способствует большая работа, соблюдение режима особой охраны и дополнительная подкормка пернатых. До олимпийского строительства сколько здесь видов птиц насчитывалось и на сегодняшний день сколько осталось? До олимпийского строительства на территории Эмеретинской низменности насчитывалось 221 вид перелетных птиц. На сегодняшний день мониторинговые исследования показали, что их стало 203. Плотность, конечно, птиц сократилась ввиду сокращения природных ландшафтов. Но тем не менее, когда шла олимпийская стройка, многие ученые вообще сомневались, что птицы вернутся на эту территорию. Но многолетние после олимпийские наблюдения показали, что колесо птиц и видов увеличивается. С годами эта территория осталась для них привлекательной. А есть ли надежда, что мы вернемся к той же цифре, которая была? Ну, я не думаю. Территория все равно сократилась во много раз. И плюс на плотность населения птиц на этой территории влияют холодные зимы. У нас сейчас идет последние зимы довольно теплые. В связи с этим плотность птиц тоже сокращается. Одно из направлений работы орнитологического парка, как уже было отмечено, это учет птиц. Также парк занимается популяризацией бёрдинга или бёрд-вотчинга. Это наблюдение за птицами. Наблюдают не только ученые. К этому интересному занятию могут подключиться все желающие. Сведения, полученные от орнитологов-любителей, могут оказаться ценными для изучения и сохранения пернатых. Сейчас очень модное новое течение бёрд-вотчинг. Это наблюдение за птицами в природной среде обитания. Мы за последние годы провели около 15 соревнований по бёрд-вотчингу, в которых принимали участие школьники из города Москвы, города Тверской области, республики Абхазия, Краснодарского края, города Сочи, города Новороссийска. И регулярно проводим такие мероприятия весной. В основном в день птиц 1 апреля ежегодно. Мы проводим мониторинг птиц ежегодно в разные периоды времени. Ведем это для того, чтобы понять, как идет миграционный процесс, как это влияет на плотность населения птиц. Что касается непосредственно бёрдинга, этим занимаются сегодня люди, просто приходят, считают для себя. Птиц, которые проводятся, бывают отдельно соревнования. Обычно среди школьников этим мы привлекаем, вовлекаем школьников. Во-первых, учим ориентироваться в пространстве. Плюс это всё-таки нужно ходить по территории, это здоровье. Ну и плюс учим людей немножко разбираться, птиц, как у них появлялся какой-то интерес. Довольно сложно найти в нашем городе специалистов-орнитологов, поэтому у нас их немного. Ну и мы не занимаемся не только на плотность птиц. У нас три основные деятельности, три разные направления. Это эколого-производительская работа, это люди, которые проводят различные эколого-производительские акции, такие как выставки рисунков и подделок, тематические занятия, выставки и акции, как сегодня. Это научный отдел, который ведёт научные исследования, который занимается мониторингом птиц. Который занимается биотехническими мероприятиями. Например, подкармливаем птиц перелётных. В связи с тем, что территория в Меретинской низме сократилась, стало меньше злаковых, угодья, на которых птицы могут кормиться, поэтому нам приходится их подкармливать. Также мы развешиваем дуплянки, это скворечники, синичники. И смотрим, как люди, несмотря на высокую антропогенную нагрузку, мы находимся полностью в городской черте, их заселяют. И я скажу, в связи с тем, что в Меретинской низме не много деревьев с дуплами. Птицам дуплогнёздники заселяют скворечники уже в первый год, когда мы их вешаем. Но третье направление на нашей деятельности – это соблюдение режима особо охраненной территории. То есть, так как это особо охраненная территория, они ограничены многие виды деятельности. На ней нельзя строить, там, жечь костры, палы, ловить рыбу, гонять, ловить птиц и так далее. Вот основные направления деятельности нашего учреждения. И, как уже было отмечено, из 14 кластеров, седьмой – это демонстрационная зона для посетителей. Здесь проводятся все экологические и познавательные мероприятия – конкурсы, лекции, мастер-классы, выставки и конференции, целью которых является экологическое просвещение. Сотрудники учреждения ведут активную просветительскую деятельность, рассказывая о растительном и животном мире, об экологических проблемах и возможностях их решения. Ежегодно нашим учреждениям проводится Всероссийская научно-производительская конференция устойчивого развития особо охраняемых территорий. Мы провели уже на базе нашего учреждения шесть конференций, в них приняли участие специалисты из 33 регионов. Ежегодно наша конференция укрепляет свой статус, расширяет географию участников. В этом году мы планируем провести уже седьмую по счету конференцию. Что касается экологопроизводительских мероприятий, мы проводим разные экологопроизводительские мероприятия. Например, такие, как сегодня, мы ведем постоянный диалог с экологопроизводительными корпорациями и развиваем корпоративное волонтерство нашей территории. Мы приглашаем, мы всегда открыты для них, для посадки растений компенсационных, осуществляем силами волонтеров. Развешиваем, делаем синичники, скворечники, делаем домики, дуплянки, домики для уток и гнездовья. Помимо этого, это более-таки масштабные акции. И еженедельно под разные экологические праздники мы проводим тематические занятия со школьниками. Мы проводим совместно с Сочинским национальным парком уже не первый год детский экологический форум «Две страны, одно море», который посвящен, приурочен Всемирному дню Черного моря. Он дает возможность детям научиться навыкам публичных выступлений, проведению каких-то научных исследований и ввести в самых ранних лет какую-то научную работу. Вход в орнитологический парк Сочи, а конкретно в седьмой кластер, абсолютно бесплатный. Как уже отмечал руководитель парка, финансируется учреждение из краевой казны Министерством природы региона. Ежегодно здесь проводятся мероприятия по благоустройству территории. Одним словом, парк становится все более привлекательным не только для его обитателей, но и для гостей. Мы сейчас строим экологическую тропу, для того, чтобы люди могли ближе подойти и безопасно к среде обитания диких птиц. Могли подходить, движут территорию, мы постараемся больше внести благоустройство в эту территорию, посадить какие-то декоративные растения, создать тень, потому что летом здесь довольно жарко, и парк молодой, деревья небольшие, поэтому все время занимаемся комбинационными посадками. Все популярнее в Краснодарском крае становится такое направление для путешественников, как экотуризм. Это посещение относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. Целью поездок является получение информации о природе, посещаемого региона, знакомство с культурой, этнографией, археологическими и историческими достопримечательностями. Основная задача экотуризма заключается в сохранении в первозданном виде уникальных ландшафтов и воспитании у людей бережного отношения к природе. И орнитологический парк в Амеретинской неизменности также становится все популярнее у поклонников экотуризма. Это отличное место для отдыха и общения с уникальной природой Краснодарского края, которую здесь бережно охраняют. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе», будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!